Здравствуйте! В эфире телеканала ИТВ. Наши новости о самом главном расскажут мои коллеги-журналисты. Я, Мэри Бадунс. Показательные полеты и прыжки парашютистов. 3 сентября – День памяти погибших от рук боевиков. На полуострове прошли мероприятия в честь солидарности в борьбе с терроризмом. Надо, чтобы это всегда оставалось в памяти. Не забывали. Вот самое главное. Вскоре в Симферополе появится еще один памятник борцам с терроризмом. В столице республики прошла церемония закладки камня будущего монумента. Будут подведены итоги, обсуждены обществом, в социальных сетях. После этого будет принято решение уже о его изготовлении. Каждый год 3 сентября по всей стране проходят тысячи траурных мероприятий. Люди вспоминают погибших от террора сограждан. В частности, акции посвящены и пострадавшим в Беслане в 2004 году. По полуострову также прошла череда мероприятий. Авиаторы, парашютисты, силовики и общественники чтили память погибших от рук террористов. Более подробно смотрите в репортаже Анастасии Калугиной. Эти прыжки и полеты аэропланов посвящены трагическим событиям, которые произошли 12 лет тому назад в Беслане. В те сентябрьские дни боевики захватили школу. В результате теракта погибло более 300 человек. Среди них были дети. 3 сентября установлена памятная дата. На территории аэропорта в Заводском прошли показательные выступления в честь Дня Солидарности в борьбе с терроризмом. Это прыжок, посвященный погибшим детям Беслана. В память о погибших. Все люди помнят, что случилась такая беда и надо, чтобы это всегда оставалось в памяти. Не забывали. Самое главное. У нас сегодня как раз в этот день совпало полетные прыжки, полеты и прыжки. Мы поддерживаем этот день, день солидарности в борьбе с терроризмом. Конечно, это болячка очень сильная и надо ее изживать как можно быстрее, как раньше, тем лучше будет. Так что будет, если не будет терроризма, будет чистое небо. Здесь же прошел памятный концерт, где выступали творческие коллективы. Офицеры и солдаты спецподразделений организовали для молодежи учебные занятия по сборке и разборке оружия. Чтили память погибших минутой молчания, которая увенчалась выпуском голубей в небо, как символ мира. В наши дни количество террористических актов по всему миру в разы возросло по сравнению с показателями предыдущих лет. Из-за напряженной ситуации безопасности людей уделяется огромное внимание. Крымчане могут быть уверены, что находятся под надежной защитой. Крымчане защищены от терроризма, я буду так говорить. В инженерно-техническом сооружении, может быть, мы отстаем, потому что еще прошло слишком мало времени. Но по нашей государственной программе, которой мы разработали проект, мы планируем до 2018 года закончить все обеспечения общепознавателей, учреждения здравоохранения, места отдыха детей, саватурно-курортный комплекс, всеми инженерно-техническими средствами безопасности, физической охраной. В этот же день на полигоне прошли показательные выступления спецподразделений пограничной службы ФСБ. Наибольшему влиянию извне подвержено молодое поколение. В соцсетях идет пропаганда экстремистских и террористических идеологий. Чтобы отвлечь и уберечь свое поколение от негативного влияния, ребята самостоятельно развивают программы. Начинаем мы со школьной скамьи. Это программы ученического самоуправления, которые впоследствии перетекают в программы студенческого самоуправления, где школьники и студенты имеют возможность участвовать в жизни своего образовательного учреждения и влиять на принятие решений именно здесь. Помимо этого, это большое количество творческих программ. Ребята организовали просмотр фильмов о Беслане. За круглым столом обсуждали эффективные методы борьбы с экстремизмом. В целом, люди настроены на то, чтобы искоренить и нейтрализовать всемирную болезнь под названием терроризм. Анастасия Калугина, Юлия Розенберг, Борис Давидяк, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В Симферополе возле сквера Победы прошел детский праздник в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. На асфальте одной из аллей большими буквами написали слово «Мир». Дети заполнили его всевозможными рисунками, которые ассоциируются у них с этим понятием. Рисовали, пели, танцевали, говорили о том, что Крым, как и вся Россия, против терроризма. На детском празднике, посвященном совсем не детской теме, вспоминаются строки известной песни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. И хочется добавить – чистое небо над головой. В День солидарности в борьбе с терроризмом объединились все – от мала до велика. В Симферополе ребята украшали своими рисунками на асфальте одну из аллей. Мероприятие подготовлено в честь памяти погибшим в Беслане. Мир во всем мире, за добро, за семью, за счастье, за радость. Вот этому все сегодня посвящено. Смысл в том, что мы на асфальте написали большими буквами «Мир» и приглашаем деток, чтобы они на этом слове, в этом слове, в этих буквах рисовали картинки, которые ассоциируются с миром. Солнце, семью, улыбку, книги, радугу, море. Все, что ассоциируется с этих деток. Детки разных возрастов – и 5 лет, и 10 лет. И очень интересно посмотреть, какие рисунки они будут рисовать, и что именно у них ассоциируется. Маленькие дети радуются возможности порисовать на асфальте. Те, что постарше, уже начинают осознавать смысл мероприятия и вдумываться в происходящее. Родители приняли праздник очень теплой и с пониманием того, что нужно помнить о трагедии в Беслане 2004 года. Чтобы дети понимали, что такое доброта, мир, любовь, чтобы они были более доброжелательны друг к другу. В завершении мероприятия выступил детский танцевальный коллектив на ступенях Государственного совета Республики Крым. Кроме этого, дети исполнили тематическую песню. Крымской столице скоро появится памятник погибшим в борьбе с терроризмом. Церемония закладки первого камня в основании будущего монумента прошла сегодня. Строить будут за счет добровольных кладов. Сейчас все желающие могут прислать эскиз будущего монумента. Торжественное открытие памятника погибшим в борьбе с терроризмом планируют на 2017 год. Для будущего памятника выбрали одно из живописных мест Симферополя. На улице Набережной, недалеко от сквера воинов-интернационалистов, появится новый монумент. Тем, кто погиб, защищая наши жизни. Тем, кто стал жертвой одной из страшных проявлений жестокости – терроризма. Церемония закладки первого камня прошла сегодня. Сам символ будет определяться проведением конкурса в городе, постановлением главы. В течение трех-четырех месяцев после этого будут подведены итоги, обсуждены обществом, в социальных сетях. После этого будет принято решение уже о его изготовлении. Памятник погибшим в борьбе с терроризмом нужен в каждом городе, ведь практически во всех уголках России людям знакома эта боль, жестокость от боевиков и смертников. Присутствующие вспомнили о трагедии в Беслане и о недавних диверсиях со стороны сопредельного государства Украины. Полуостров является одним из самых защищенных регионов для безопасности. Жители гостей Крыма власти делают все возможное. Хотел бы вас заверить от имени правоохранителей органов о том, что на сегодняшний день безопасность на полуострове обеспечена в полном порядке, в полном объеме. Я думаю, что дальнейшие действия тех деструктивных структур, которые существуют во внешней территории, за территорией Российской Федерации, никаким образом не смогут помешать дальше развиваться нам в составе Российской Федерации. Памятник появится за счет добровольных вкладов в торжественное открытие намечено на 2017 год. Мария Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Спикер Крымского парламента Владимир Константинов продолжил серию встреч с трудовыми коллективами Симферополя, беседы приуроченные ко дню Государственного Совета Республики. На этот раз обсуждали насущные проблемы рабочих заводов «Фиолент» и республиканской клинической больницы имени Симашко. Раньше Константинов совместно со столичными градоначальниками уже посетил пиво-безалкогольный комбинат «Крым» и завод «Крымпласт». Узнать о насущных проблемах на месте председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов и первые лица города посетили организации, лично пообщались с руководством и рабочим коллективом. Первым принял высокопоставленных гостей завод «Фиолент». Предприятие является лидером в изготовлении элементов и систем автоматики. Ежегодно казна республики пополняется на 400 миллионов рублей за счет налогов, выплачиваемых заводом. Самая острая проблема на сегодняшний день – это статус работников. Некоторые трудятся более 40 лет и безуспешно пытаются добиться статуса ветерана труда. С проблемой обратились к парламентарию. «По закону они должны могут получить звание ветерана труда. Но, к сожалению, сегодня не учитывается стаж работы и те заслуги, которые получили не только в «Фиоленте», всем в Крыму. Не засчитывают то, что получили в Украине. Они не виноваты в этом, они трудились. Поэтому просьба обращаемся к вам, возможно, поддержать нас, чтобы люди получили ветеран труда». Выслушать о проблеме и рассказать о проделанной работе встреча с коллективом Республиканской клинической больницы имени Симашко началась с отчета Геннадия Бахарева. За два года сделано много, впереди еще немало задач, отметил глава Симферопольской администрации. «Мы единственные в Крыму полностью провели инвентаризацию земель. Это позволяет нам достаточно серьезно, со стопроцентной уверенностью говорить, что у нас не упущено ни один квадратный метр земли. Мы сейчас понимаем, где у нас ее украли, где нам не платят налоги, где нам пытаются что-то изменить, условно говоря, незаконно. Поэтому сейчас проводится достаточно серьезная работа по наполнению бюджета именно по земельному закону». На полуострове Республиканская клиническая больница – одна из самых крупных и старейших лечебных учреждений. При Украине здесь все пришло в упадок, ведь никаких финансовых вливаний не было. Сегодня главврач с удовольствием показывает отремонтированное отделение, сосудистый центр и нейрохирургия после капитального ремонта готова будет принять больных со всех районов республики. Оборудование соответствует мировым стандартам. В общей сложности на капремонт двух отделений было потрачено 160 миллионов рублей. «Проблем масса. Все проблемы масса. Ремонт. Больницы больше ста лет. Каждое помещение требует капитальных ремонтов, реконструкций, вложений, инженерные сети. Их даже трудно найти, где они были. Нуждаемся в ремонтах». Такого же мнения и первые лица республики Владимир Константинов уверен, модернизация лечебных учреждений всегда в приоритете у власти. «В 2014 году мы оценили состояние медицины как очень плачевное и требующее очень больших и серьезных организационных и финансовых мероприятий для проведения ее в соответствии хотя бы с какими-то приблизительными российскими стандартами. Наметили путь действия и начали по нему идти. В первую очередь это касалось кадровых изменений, поэтому были везде сменены кадры на руководящих поликлиниках, в первую очередь республиканского плана». Впереди еще ни одна встреча с рабочими коллективами. Пути решения насущных проблем будут искать вместе. Во второй части выпуска не пропустите. Появление злокачественной опухоли не равно смерть. В крымском онкодиспансере меланомы выявляют на ранних стадиях. Солнечный свет, ультрафиолетовые лучи вызывают изменения в коже, которые приводят к появлению вот этих образований. Солнечный остров в центре Евпатория Дмитрий Харатян открыл в Крыму фестиваль детского кино. Это те эмоции, которые потом составляют всю нашу жизнь. Проблема границ традиционного ислама стала ребром за последние годы. В нынешнее время есть немало течений, которые настроены прежде всего подорвать авторитет мусульманской религии. Подобное направление лишает общество представления о чистоте ислама и действует вопреки законам религии. Тем самым представляет опасность для общества. Недавно на всемирной мусульманской конференции в Грозном была принята особая фетва. О позициях представителей мусульманской религии, об итогах конференции в следующем сюжете. Недавняя конференция в Грозном собрала сотни ученых-представителей мусульманской религии. Собравшиеся решали насущные вопросы, которые коснулись ислама. Кому, как не современникам, известны события, лишающие общества здравых представлений о религии мусульман. Размытие границ в исламе привело к тому, что по всему миру стали распространяться экстремистские идеи. На Всемирной конференции решили раз и навсегда покончить с деформацией традиционных границ ислама. У нас пытаются украсть, у нас, я имею в виду, у ислама, традиционного, пророческого, коранического ислама, пытаются украсть наши символы, наши знаки отличия ислама, нашу терминологию и пытаются на этом построить совершенно не имеющие никакого отношения к исламу вообще непонятные чудовищные разные группы. На конференции российские муфти приняли фетву и ряд ключевых решений, которые препятствуют распространению ложных фактов о религии. Это своего рода инструмент. Верят, что он поможет искоренить секты, которые находят свое место внутри здравого общества. Появляются люди, которые действительно дискредитируют ислам и выставляют ислам в такой страшной форме, что у людей появляется отвращение. Поэтому тема так названа. Это действительно историческая конференция. Это не только в Российской Федерации, а вообще во всем мире. Делегаты конференции дали собственную оценку террористическим действиям. Экстремизм и терроризм паразитируют на благе всего мира, бесчинствуют и пропагандируют искаженные идеи. Это проблема не только мусульман России. То есть да, мы в России испытываем проблему сектанства, и мы чувствуем, как сектанты разного рода пытаются внести раскол. Но это проблема всего исламского мира. И сегодня, общаясь на международных конференциях, мы видим, что и мусульмане Европы, и мусульмане арабских стран, и всего остального мира, они испытывают одни и те же проблемы, и им задаются одни и те же вопросы, и они борются с одними и тем же проявлениями этого сектанства. Те отщепенцы, которые сегодня себя именуют национал-патриотами, либо себя именуют, имеют на это вообще никаких оснований представителями ислама, никаким образом не смогут эту деятельность перекинуть на Крым. Мусульманские ученые всего мира впервые собрались на территорию России с единой целью – побороть тех, кто своими убеждениями дискредитирует других представителей мусульманской религии и является особо опасным для всего мирового сообщества. Анастасия Калугина, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Меланома – не приговор, уверяют сотрудники Крымского республиканского онкодиспансера. Они продолжают бороться с одной из самых опасных опухолей, выявляя недуг на ранних стадиях развития. В стенах больницы провели очередной профилактический осмотр населения, для которого привлекли авторитетных специалистов – онкологов из Архангельска. Крымчан проверяли при помощи современной методики дерматоскопии. Такой подход позволяет увидеть невус в мельчайших деталях и своевременно определить тактику лечения. Меланома – злокачественная опухоль, поражает преимущественно кожу, но также встречается в сетчатке глаза и на слизистых оболочках. Это один из самых коварных недугов. За непредсказуемое течение болезни меланому называют «черной вдовой». Особенно актуально подумать о коже в летний период, когда крымчане любят насладиться палящим солнцем в разгар дня, не переживая о последствиях. А они могут быть самыми печальными. Если население нашей страны больше белокожи, с первым и вторым фототипом кожи, то для этих людей опасность заболеть меланомной кожей гораздо высока. Крайне нежелательно модное сейчас загорание, по той самой причине, что именно инсоляция, то есть солнечный свет, ультрафиолетовые лучи, вызывают изменения в коже, которые приводят к появлению вот этих образований. Среди тревожных симптомов появление пигментных пятен, а также изменение размеров уже существующих, деформация краев невуса, красная окантовка и изменение цвета, возникновение вертикальных образований, именуемых в народе висячими родинками. Если уже неус начал подкравливать или мокнуть, или вдруг вокруг него появляются уже какие-то отдельные, как мы говорим, сателлиты, дочерние образования, это уже признаки изменившегося неуса. При обнаружении у себя одного из таких симптомов не стоит впадать в панику. Достаточно просто своевременно обратиться к доктору именно для этого. В Крымском онкодиспансере организовали акцию «Скрининг меланомы и рака кожи». Накануне в столицу приехали высококвалифицированные специалисты из Архангельска. С их участием была организована конференция. Очень приятно удивила на самом деле крымский онкодиспансер. Я, честно говоря, не ожидала, что здесь настолько все хорошо организовано. И врачи – это высокие профессионалы, на самом деле, высококвалифицированные специалисты. А уже затем осмотр. Здоровье мог проверить любой желающий. О проведении акции население проинформировали в СМИ. Очень важно обнаружить заболевание на ранних стадиях первой или второй, говорят медики. В таких случаях квалифицированное иссечение позволит на годы, а возможно и навсегда забыть о проблеме. В числе прочих специалистов пациентов осматривает Михаил Левит. Доктор из Архангельска. Для того, чтобы поставить точный диагноз или успокоить здорового человека, он использует специальное оборудование. Называется дерматоскоп. То есть здесь увеличительное стекло и плюс подсветка включается. И я уже в деталях могу посмотреть изменения вот этого пигментного пятна. То есть появляется ряд признаков, которые я могу сказать, да, здесь нужно удалять. Вот так проходит осмотр у специалиста. 83-летний Александр Просоедов за здоровьем начал следить не так давно. Однако теперь регулярно проверяется у докторов. После обследования пенсионер покидает кабинет при поднятом настроении. У него все хорошо. Я прочитал и так убедительно там в газете было написано, что я даже немножечко испугался. Думаю, надо пойти провериться. И поэтому встал утром рано, пришел и жену свою привел, она в другую очередь. На осмотр пришло почти 300 человек. Этот показатель превысил весенний, когда в онкодиспансере проводили профилактику заболеваний рака головы и шеи в два раза. Порадовало медиков то, что среди пациентов люди разного возраста, например, Нияре Алиевой 25, но за здоровьем она следит внимательно. В том числе наблюдает за кожей и соблюдает меры предосторожности. Я уже 4 года назад удаляла родинку, она у меня тоже стала немножко темнеть. А сейчас я обратно летом была на море и еще одна родинка у меня потемнела. Поэтому я сразу-сразу решила идти. В ходе профилактического осмотра медики обнаружили 17 случаев рака кожи и 7 меланомы. Впрочем, даже для тех, кому поставлен суровый диагноз, есть и хорошие новости в последнее время. В онкологии произошел рывок относительно лечения недуга. Теперь, благодаря современным препаратам, болезнь можно лечить даже на стадии медостазирования. Практику проведения профилактических акций в диспансере применяют уже 2 года. Осенью 2015-го специалисты выезжали в районы республики, где нет онкологов. Таким образом, доктора спасли жизни многих крымчан. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Пилотный проект фестиваля детского творчества «Солнечный остров» стартовал на главной театральной площади Евпатория под руководством народного артиста России Дмитрия Харатьяна. На торжественную церемонию пришли дети и взрослые. На сцене выступали звезды отечественного кино и эстрады. А после, в рамках презентации, зрители смогли насладиться кинопоказами игровых и анимационных фильмов. На церемонии побывала и Дарья Костенко. Идейный вдохновитель фестиваля Дмитрий Харатьян, народный артист России, уверен, в Крыму необходимо развивать детское кино. Фестиваль «Солнечный остров» – социально значимый проект, направленный на развитие творческих способностей подрастающего поколения. Для крымских ребят открывается огромная перспектива, уверен художественный руководитель театра «Золотой ключик» Евпатории Андрей Пермяков. Для Евпатории, как для детской здравницы, подобный фестиваль – это некий культурный прорыв, огромное событие. И дай бог, чтобы этот фестиваль действительно прижился именно в нашем городе, в «Солнечной детской здравнице», в городе детей, для детей. Таня в первый раз принимает участие в подобном мероприятии. Рассказывает свою жизнь, она намерена посвятить театру. Я так рада. Такой хороший фестиваль, всякие звезды. Сегодня я танцую, открываю этот международный фестиваль. Я мечтаю стать актрисой. У меня вот такое вот желание. Кроме этого, мероприятие направлено на сохранение традиций русского киноискусства. В этом году «Солнечный остров» проходит в так называемой пилотной версии. Уже в следующем году дети и подростки санаторно-оздоровительных центров смогут проявить себя в полной мере в съемках новых фильмов. Это те эмоции, которые потом составляют всю нашу жизнь. Если они положительные, если они замечательные, если они позитивные, это дальше вся биография только вот из этих эмоций. И у этих детей должны быть эти эмоции в детстве. Они обязательно куда-то очень на нужную полочку в душе лягут и обязательно это будет ценить всю жизнь. Сам кинофестиваль стартует в следующем году. Организаторы мероприятия пообещали устроить полноценные кинопросмотры с призами, творческими встречами и профессиональным детским жюри. Дарья Костенко, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. С новостями спорта вас познакомит Тарас Брезицкий, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Три победы в трех матчах чемпионата Крымской премьер-лиги. Дебютант Крымтеплица после домашней игры с Ялтинским Рубином сохранил лидерство в турнирной таблице. Главный тренер хозяев Максим Старцев подкорректировал победный состав недели ранее, громивший Евпаторию. Вместо Арсентия Ануфриенко впервые со стартовых минут на поле появился полузащитник Сергей Мельник. Именно он забил последний третий мяч в минувшем туре, поразив ворота своей бывшей команды. Примечательно, что как раз Мельник и создал первый опасный момент в матче. В этом эпизоде Рубину откровенно повезло. Однако, как оказалось, забитый гол лишь вопрос времени. Уже на восьмой минуте Ленур Ахунов с фланга навесил штрафную площадку ялтинцев, а 18-й номер Крымтеплицы, перехитрив опекунов, впервые огорчил Дмитрия Вяльчинова. Затем связка Ахунов-Мельник сыграла перед свистком на перерыв. 20-й номер отдал скрытый пас в штрафную, а автор первого гола эффектно перебросив защитника и вратаря оформил дубль. Мы видим, как он прогрессирует, как он работает, старается на каждой тренировке. И все, что он делает на тренировке, он все это переносит в игру. Это очень приятно. Мы с ним общались. И мне радостно, что он быстро восстановился после травмы. Половина сборов он восстанавливался, пол сборов он провел на достаточно хорошем уровне. И своим появлением на поле он доказал, что он игрок основного состава. Уже во втором тайме Рубин создал свой первый и последний острый момент. Единственный форвард ялтинцев Сергей Дзадзи выиграл позиционную борьбу у капитана Крымтеплицы Захарова, но ударив не точно, откровенно простил защитника. А затем уже на 62-й минуте эффектную точку в матче поставил Сергей Мельник. В штрафной, ловко разобравшись с защитником, футболист левой, как и в прошлом туре, направил мяч в девятку. Хэтрик, 18-й номер хозяев, оформил разносторонний, отличившись обеими ногами и головой. Теперь в гонке бомбардиров Мельник делит первую позицию со своим однофамильцем и одноклубником Игорем Мельником. Ближайший преследователь Игорь Дудов из Севастополя имеет в активе на гол меньше. Я за последний год очень много пропустил, несколько травм было, поэтому через игры буду набирать. Спасибо тренерам, что доверяют, а там посмотрим. Так получилось, что, наверное, удобнее играть чуть-чуть за глубины. В принципе, так без разницы, просто хочется играть в футбол и все. Трибуны проводили бомбардиры аплодисментами, а в отсутствие Сергея Мельника Крымтеплица создала один острый момент. Это нападающий Алексей Бойко, выигравший борьбу у опекуна, пробил поворотом из выгодной позиции, однако недостаточно сильно. Все три матча в нынешнем чемпионате Крымтеплица выиграла с разницей в три мяча. В стартовом туре подопечные Максима Старцева на выезде не оставили шансов Севастополю, обыграв Моряков 1-4. Две домашние встречи против Евпатории и Рубина красные выиграли с одинаковым счетом 3-0. Эту победу футболисты посвятили президенту клуба Александру Васильеву накануне отпраздновавшему день рождения. Крымтеплица с девятью очками в таблице первая, опережая Севастополь на три пункта. Ребята выполнили установку и я считаю, что мы их настраивали, чтобы они на первых минутах как можно быстрее забили мяч, чтобы нам было легче играть, потому что соперник должен был раскрыться, но все равно соперник не раскрывался и нам было тяжело. То есть мы долго ждали второй мяч, ну и в принципе я считаю, что контролировали игру, но было много ошибок, над которыми все равно нам приходится работать. Сегодня вообще тренера сказали нам, что атакующих играем в футбол. И у нас все это получилось. В следующем туре Крымтеплица на выезде встретится с Керченским океаном, который свою игру уступил Севастополю уже в компенсированное время. А вместе с тем позволил морякам занять вторую строчку. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok